Друзья, добрый вечер. Я живу не так далеко в Ясенево, и у нас постоянно творится этот трэш с тучечной застройкой. Мы, кстати говоря, много строек смогли отбить. И я хочу сказать вам, что здесь многие говорили об этом. Есть только один рецепт. Нужно не сдаваться. Это может быть долго, это может быть трудно, но надо бороться все время до конца, вот как ваши соседи здесь на Кравченко, которые в итоге все-таки добились успеха. И, конечно, мы вам поможем. Конечно, мы окажем информационную поддержку. Вот сняли ролик про вашу ситуацию и будем дальше об этом всем рассказывать. Но я хотел две вещи сказать. Во-первых, конечно, я много всего видел в Москве и по поводу застроек и так далее. Но такого ужаса, как здесь, честно говоря, вот эта вся сказка про китайских инвесторов, которым мне надо заплатить, у меня вызывает вопрос. А что у нас, 95-й год, что ли, век бартера? В бюджете Москвы расходы почти на 3 триллиона рублей. Это почти столько же, сколько весь военный бюджет Российской Федерации. У них что, денег нет заплатить этим китайским инвесторам? Они 13 миллиардов в год тратят только на пропаганду, на всю эту поддержку СМИ, так называемую, которая, вы знаете, что это такое, это постоянное словословие в адрес Саганина лезет изо всех щелей, да? 13 миллиардов наших денег, крупнейший источник доходов бюджета, это наш с вами НДФЛ, который мы платим, а никакие не деньги корпорации там и так далее, да? Строят они это жилье, но зайдите на любое деловое СМИ или на СМИ, которые пишут о недвижимости, не продается 25-30% квартир. Дома пустые стоят, вы можете пройтись просто сами, увидеть там все окна темные, да? Но при этом они пихают вот эти новые и новые человеки везде, ну сколько можно, с этим надо уже заканчивать, да? И, конечно же, эта вся проблема, это не просто проблема района, это так по всей Москве. И это надо не к Сергею Семеновичу с челобитными обращаться, а вся эта рыба гниет с головы, и идет это все оттуда. И решать этот вопрос надо в политической плоскости на уровне всего города. Вот у вас есть здесь район, представляет некий депутат Мосгордумы. Вы вообще знаете, как его зовут? Вот многие говорят нет. Это неудивительно, потому что здесь район бурлит, а ее, ну батышево ее зовут, но не важно, черт с ней. У них там сидит таких 40 с лишним роботов, которые кнопки давят по указке и ничего для жителей своих районов не делают, да? Вот у них в сентябре выборы, вот пользуйтесь этим. Власти перед выборами всегда нервничают, значит надо давить и отстаивать свои права, и изберите нормального депутата, который будет защищать интересы жителей вашего района, а не корпорации чиновников и не всех этих воров-девелоперов. Я вас верю, мы вам обязательно поможем, можете на нас рассчитывать. Спасибо. 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 Спасибо.